И сегодня мы оплатили бесспорную сумму объемов газа по цене 268 долларов за 1000 метров кубических. Это долги за март, февраль 2014 года. Эта сумма, которую мы перечислили сегодня на счет Газпрома, составила 786 миллионов долларов США. В связи с этим мы предложили российской стороне, а также Еврокомиссии сегодня провести переговоры о цене на газ. Так как мы на протяжении двух предыдущих наших встреч и наших переговоров говорили о долгах, о возможностях погашения счетов по оплате за газ. К сожалению, российская сторона не смогла начать переговоры о формировании цены, которая может быть применена в расчетах нефтегаза Газпрома, мотивируя это тем, что средства еще не поступили на счет Газпрома. Мы, конечно, понимаем, что могут быть определенные задержки в прохождении счетов, хотя, насколько мне известно, никаких санкций по отношению к Газпрому в связи с аннексией Крыма не применялось. И мы надеемся, что все-таки денежные средства в указанном объеме в понедельник утром поступят на расчетный счет Газпрома. И мы сможем начать переговоры. А Газпром также подтвердил, что мы уже можем начать наши, осуществить пакетные договоренности. Это цена, это графики погашения платежей за газ. И я считаю, что это хороший знак того, что мы начали двигаться вперед. Поэтому мы также надеемся на наши конструктивные переговоры, которые, как уже говорил господин Ооттингер, пройдут в Брюсселе. Мы уверены, что нами оплаченные сегодня средства в понедельник уже будут на расчетном счету Газпрома. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Я понимаю, что Еврокомиссар тоже был немножко удивлен. Спасибо. Это порядок... Я начну со второго вопроса. Спасибо. Это порядок платежей, который сегодня, на сегодняшний день действует. Я бы не хотел сейчас объяснять, почему он действует. Это тот порядок платежей, который соблюдается и который всегда осуществлялся о взаимоотношениях нефтегаза и Газпрома. Хотел бы также добавить, что общая сумма платежей, которую новое украинское правительство произвело, она не составляет 786 миллионов долларов США. Общая сумма, которая была произведена, начиная с момента прихода правительства, она уже составила 1,1 миллиард долларов. Что касается вопроса цены 2,2 миллиарда, это касалось тех счетов, которые выставлял Газпром в Украине. На самом деле, единственная неиспаримая величина – это Газпром, который отпускался по цене 268 долларов США. Этот Газпром, который получала Украина с 1 января 2014 года по март месяц включительно. То есть 380, который в прошлом году вы должны пришли? Мы считаем, я уже сказал, что эта величина также испарима. Пане Продан, на какую цену мы рассчитываем договориться в понедельник? Хочу сказать, хотел бы сказать, что на сегодняшний день наши предложения, которые мы направили, мы предложили Газпрому, это цена 268,5 долларов США за 1000 метров кубийских. Но мы понимаем, что нужно вести переговоры, что какой наметился определенный компромисс. Поэтому я бы не хотел сейчас называть конкретную цену. Я думаю, что цена должна быть справедливая, рыночная и должна учитывать то, где находится Украина в точках взаимоотношения с Российской Федерацией. Откуда вообще взялся вопрос по ГАЗу, если в том числе вы участвовали в разработке этого контраста? То есть вы это знаете как раз в Польше? Я хочу вам сказать, что с 1 января 2009 года, знаете, какая была цена? Я вам скажу, какая была цена. Цена находилась, я не могу точно ошибаться, но в проделах 232 доллара за 1000 метров кубийских. Украина, начиная с 1 января 2009 года, никогда не платила цену 480 долларов США за 1000 метров кубийских. Это вопрос, задайте, пожалуйста, Газпром. Откуда взяла цена? А контракт кто подписывал? Контракт подписывал глава Газпрома и глава нефтегаза на тот момент, который был. Еще какие-то детали вам нужны с контрактом? Нет, просто странные вещи очень меньше. А вам не кажется странным, почему Украина никогда не платила цену 480? Я бы понял вас, почему в том такое сказал. В контракте с 1 января предусмотрена цена, я вам докладываю, 268 долларов за 1000 метров кубийских. На первый квартал? Не на первый квартал. Цена предусмотрена, формируется путем подписания соответствующего протокола каждый квартал. И ничто не мешало сегодня субъектам хозяйствования подписать соответствующий протокол и иметь на второй квартал цену 268 долларов США. Ничего не изменилось, ни цена нефти, ни цена мазута, ничего не изменилось. Объективный пункт. Я считаю, что если Газпром и нефтегаз подписали такую цену в начале года, то она как раз есть и рыночная. Спасибо. Я напомню, это была прямая трансляция после пресс-конференции из Берлина. Министра энергетики Украины Юрия Продана по итогам тех переговоров по газовой проблеме в формате России, Украины, Евросоюз. Через некоторое время ожидаем, конечно же, выход к прессе российского представителя, который участвовал в этом разговоре. Ну а пока продолжим другими событиями дня.